Всем привет, мои хомячки, мои бублики, любители пожрать! Сегодня я решила сделать такую поляну. Хотела просто сначала заказать миди, потом подумала, что так просто? Решила потом взять еще Филадельфию, заглянула в KFC и все это организовала вот так. Давайте приступим. Здесь у нас кока-кола, которая бывает по праздникам, а сегодня праздник. Вчера я столько угорала, вчера у меня было такое хорошее настроение. И вы знаете, как будто я как сумасшедшая просто угорала. Одно дело, ты угораешь над чем-то, а в этом случае... Извиняюсь, непредвиденные обстоятельства. Ой, какая приятная кока-кола, какая вкусная. Я вам рассказала ситуацию в инстаграме. И получилось столько ответ на истории, столько людей угорали над этой ситуацией. Поэтому решила рассказать и в ютубе. В инстаграме это было просто в истории. А здесь это останется в видео и на память. Дети твиксы будут смотреть и думать, блин, бедный, бедный наш отец. В общем, вчера твикс себя плохо чувствовала. И самое удивительное, бабушка видит его состояние и говорит, кот беременный. Я говорю, это мальчик. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, мне ветеринар сказал. А он откуда знает, мальчик или девочка? Я говорю, ну как? Там видно его эти причиндалы. Я такая, а ты прям разбираешься. Ну я не слепая. Господи, что все разваливается? Извиняюсь. Я говорю, ну я не слепая бабушка. Да нет, беременный. Бабушка говорит, я семерых родила. Я это состояние знаю. Твикс беременный. Я такая слушаю, слушаю и понимаю, что это бред. Даже если твикс захотел бы быть беременный, он кастрированный. В общем, что делать, я решила его записать сразу к врачу, потому что мало ли что, не стоит медлить. Записала, а с врачом договорились на 12, на следующий день, 12 дня. Я сказала, окей, вы точно там будете? Он сказал, да, не беспокойтесь, ровно в 12 я там. Да, естественно. Собираю манатки своего котика, засовываю его в эту сумочку. И едем мы, значит, до поликлиники или как, клиники. Приезжаем туда. И там мне говорят, что врача сегодня не было. Я ему начинаю названивать, а на улице был ужасный дождик. Везде все залила. Вдвойне неудобно с котом береться. В общем, дойдя до места, я начинаю ему звонить. Позвонила раз, два, три. Не берет человек. На мой уже пятый звонок. Врач берет трубку. И сразу слышно, что человек только что проснулся. Я такая говорю, вы в больнице? Он такой, нет, а вы? Я говорю, а я да. И вас здесь нету. Он такой, да, да, да. Я все помню. Я приеду чуть попозже. Я говорю, мне вас подождать? Он говорит, нет. Когда я приеду, вы тогда уже приходите. Пришла я обратно домой. Ну, я думаю, наверное, он соберется с силами. Встанет с дивана и приедет сюда. Жду. Проходит полчаса, час. Я продолжаю опять звонить ему. Ну что, вы приехали? Хочу сказать, ну, что будем делать? Он не берет трубки. Раз позвонила, два, пять, шесть раз. Позвонила с другого номера. И только с другого номера он взял. И такой сразу мне говорит, да, 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 я все помню. Вы у меня записаны? В двенадцать на кастрацию. Я такая, какая кастрация? У него другие проблемы. У него понос, извиняюсь, не к столу. Он такой, ну, какая разница, кастрация, не кастрация. Я все помню, все по плану. У меня просто, знаете, я так начала угорать. Как ты все помнишь? Как все по плану? Если ты дома спишь, время уже четыре, а мы записывались на двенадцать. То есть, если ты все помнишь, значит, ты специально не приезжаешь. Просто дурдом. Мне резко так смешно стало. Вот я просто в шоке от безответственности врача. Хотя он, знаете, такой добрый человек. То есть, он даже берет с улицы кошек, собак, лечит их. Просто он реально очень любит животных. Но мне кажется, он либо алкоголик, либо у него просто проблемы с головой. Как можно записать человека в двенадцать и продолжать дальше спать? То есть, ты не можешь встать в двенадцать, запиши, не знаю, в четыре. Почему ты не можешь в двенадцать проснуться? Ты же не на восемь меня записал. Похожая ситуация была, когда у меня у брата кошка выпала с девятого этажа. Прикиньте, с девятого этажа. Ну как девятый? Он считается девятым, а так это просто восьмой. Потому что там у них еще есть цокольный этаж. Ну в общем, у них кошка в тяжелом состоянии. Врач прописал лечение. Не сделал ни рентгена, ничего. И пропал. Они звонят врачу, что ситуация ухудшается. Что делать? Он просто игнорирует. Какой-то странный врач. С приветом. Сколько я вчера смеялась. Просто не передать вам словами. Он, знаете, делает вид такого серьезного человека. И говорит, да-да-да-да. Я все помню. У нас все по плану. В двенадцать я вас записал. Записал. А почему тогда в четыре часа дня ты спишь у себя в постели? Если ты меня в двенадцать записал. Специально не приезжаешь? Короче, бедный твиксик. Сегодня уже ему нормально. Мы так и не пошли, получается. Весь день я просто ему звонила. Не пошла к стоматологу. Мне позвонил стоматолог. Я говорю, я не могу. Я должна кота к врачу отвезти. Мне стоматолог говорит, так тогда давайте в четыре. Я звоню в четыре. Я говорю, до сих пор не сходила. Но врач не отвечает. И внешне на него, посмотрите, у него такое лицо, как из мультиков. Прай болит. Такая бородка белая. Очочки. Как будто его с мультика срисовали. Как будто он вышел из мультиков и столкнулся с реальностью жизни. Нет, мужчина на самом деле очень любит животных. Даже бесплатно лечит бездомных животных. За это ему огромный просто поклон. Молодец, умничка. Но вот эта безответственность это, конечно, никуда. Если ты работаешь каким-то там, не знаю, аниматором, какой-то у тебя развлекательный контент, это все можно понять. Но когда ты врач и может быть такого, что и может быть такое, что, например, что-то серьезное, и ты просто человеку футболишь, этот человек может пойти к какому-то другому специалисту, более-менее квалифицированному, избежать, например, тех последствий, которые могут быть. Поэтому не знаю. Бургеры мне не очень нравятся в Киевсе. Какие-то ну такие не вау. Вот такая вот ситуация. Мама спустилась вниз. У нас в Ниду открывает еще один супермаркет. У нас уже столько супермаркетов внизу. Я просто представить не могу. Какая конкуренция просто. Я живу в новостройке. У нас получается 18-этажные 5 или 6 зданий. И под ними уже 4 супермаркета. Прикиньте. Это очень много. Такой выбор. Еще один у нас. Купил 10 квадрат. Из них сделал магазин продуктов. У меня нет никаких претензий к этому мужчине. Но мне кажется уже очень давно никто не заходит в эти маленькие ларечки. Например, ты стоишь говоришь дайте мне пожалуйста ту сгущенку. И он вытаскивает дает. И после того, как он дал у тебя уже нету времени почитать состав. Потому что дальше другой покупатель. Или даже если нету покупателя он так пристально на тебя смотрит. То есть в супермаркете ты можешь походить что-то положить в корзину. Затем подумать. Возможно обратно положить на полку. Здесь такой возможности нет. но если ты сказал что тебе нужно это ты уже должен это взять. в этот магазинчик никто не заходит. разве что просто хлеб купить. Никогда не видел что оттуда кто-то выходит прямо с покупками. Но они продолжают торговать. Он просто купил это место а теперь продать видимо никому не может или не хочет. У него три ребенка и все эти три ребенка работают на этот магазин. Посменно видимо. Мне кажется если каждый ребенок устроится где-то работать в любом другом супермаркете они очень даже хорошо будут зарабатывать чем работать например на себя. Хотя может я ошибаюсь может быть у них прям все так хорошо торговля отлично и все дела. Это не просто был мукбанг это был какой-то кайф. Я наелась мои хорошие. Если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал всех люблю целую пока не забывайте Продолжение следует...